Пока в столице Заполярья стоят минусовые температуры, подростки собираются в подъездах жилых домов. Впрочем, зачастую не только за тем, чтобы согреться. В большинстве случаев маленькие дебоширы могут распивать алкогольные напитки, курить и портить общедомовое имущество. Как найти управу на несовершеннолетних? Об этом расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Александра еще два года назад приобрела квартиру в новостройке. И поначалу все было хорошо. Чистый подъезд, спокойные соседи. Однако летом прошлого года подъезд облюбовали подростки. Подростки собираются практически каждый день. Приходят с огромными колонками, устраивают просто какие-то бешеные рейвы. Обращались в полицию. Когда они приезжают, детей как будто и не было, их ветром сдувает. Со слов девушки, проникают подростки в подъезд беспрепятственно. Домофон не работает. Обращались в управляющую компанию с просьбой, чтобы нам домофон на дверь поставили. Но в этого никакого толку нет, потому что домофон не магнитится, дверь все равно открывается без проблем. Мы уже не знаем, что с этим делать и куда обращаться. Компании несовершеннолетних, что говорится, тусуются и в магазинах. К примеру, в одном из крупных торговых центров окружной столицы толпы детей собираются регулярно. Владельцы площадей не раз вызывали сотрудников полиции. Бывали случаи, когда подростки портили имущество, выбивали двери туалета, курили прямо в здании. И это далеко не весь список правонарушений. В последнее время мы заметили скопление подростков в торговом центре во второй половине дня после школы и до закрытия торгового центра. Но они очень вызывающе ведут, громко разговаривают, нецензурно выражаются, балуются с кнопкой пожарной сигнализации. Хотелось бы обратиться к общественности, к родителям, к учителям, к членам молодежной палаты с просьбой организовать подростков и направить их энергию в положительное русло. Учетом подобных случаев должны заниматься в полиции. Как пояснили в ведомстве, сотрудники дежурной части ежемесячно проводят анализ поступивших сообщений. Составляют список подъездов и мест скоплений несовершеннолетних. Далее на маршрутах патрулирования эти места проверяются. Исходя из нашего опыта, конечно, желательно, чтобы жилец вышел, посмотрел, кто там находится у них в подъезде. Обязательно включил телефон для видеорегистрации этих лиц. Потом в последующем сотрудникам полиции это очень поможет установить личности данных подростков и привлечь их к ответственности. На сегодняшний день на учете в полиции состоит 92 подростка. 26 из них были замечены за употреблением алкогольных напитков. С малолетними правонарушителями проводится ежедневная профилактическая работа. Подросткам дают шанс исправиться. В случае, если несовершеннолетний в течение полугода не совершал повторные правонарушения, его снимают с учета. Однако есть и постоянные подконтрольные. Есть такие подростки, которые состоят у нас на учете в течение двух-трех лет, потому что они неоднократно совершают или административные правонарушения, или общественно опасные деяния. К этим подросткам мы пытаемся применить другую меру помещения в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей до одного месяца. Ну а если подросток не встает на путь исправления, то у нас может быть применена к ним мера у помещения специального учреждения закрытого типа, учебно-воспитательного. Что касается сбора несовершеннолетних в подъездах и других общественных местах. Учитывая тот факт, что мы живем на севере и дети могут просто зайти погреться, не мешая другим гражданам и не нарушая общественный порядок, в таком случае они не приступают к черту закона. Однако, если во время таких посиделок подростки распивают спиртные напитки, курят или портят имущество, их могут привлечь к административной ответственности. В то же время следует иметь в виду, что если подростки, например, курят или распивают алкоголь, или выражаются нецензурно в адрес жильцов, либо их оскорбляют и унижают, дерутся, портят или уничтожают чужое имущество и так далее, то в этом случае к ним будут применяться меры в соответствии с административным и уголовным законами. По словам педагога-психолога Дарьи Рудневой, подростки собираются в группы и хотят заниматься какой-то общей деятельностью. И это естественный процесс социализации. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев эти сборы проходят за распитием алкогольных напитков. Имея опыт работы с подростками, я могу сказать лишь то, что им просто скучно. То есть есть же разные сообщества подростков, не все ведь так делают, правда? Значит, от чего-то зависит. И какая-то группа подростков может собираться, чтобы поиграть в футбол, заняться каким-либо спортом, если у них есть такая возможность, опять же. А у кого нет такой возможности, и кто не знает о том, как по-другому проводить свой досуг, делают это вот таким вот способом, чтобы почувствовать себя взрослыми. Или беря пример со взрослых, с тех, кто проводит свой досуг именно так. В этом случае уместна фраза. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Психологи говорят, чтобы избежать подобных ситуаций, в первую очередь внимание на своих детей должны обратить собственные родители. Зачастую то, что вытворяют несовершеннолетние, приемлемо в семье.